всем привет сегодня у нас на взоре вот такой красавчик это рыжик бывает он разный ты резала чипсики вот такой розовенький светленький темненький какой пласт вам попадется это вот у меня взяла большую глыбушку это с последней поставки у меня вот такой рыжик высох уже очень плотный я люблю темный рыжик другое название у него подсолнух подсолнух светлый подсолнух красный вот видите он бывает и вот такого слегка марает ручки и такой бывает я взяла разные кусочками здесь разных поставок и такой и такой видно что будет по суше и вот такой красивый посмотрите берегла специально это обзора такой красивым этот сразу марается вот такой рыхленький бывает по нему видно что с розовиночкой рыхленький ну давайте приступать попробуем все сравним так давайте начнем вот с таких чипсик такая красота при укусе он сухой подсушивает урод в начале долго намокает во ртом структура такая слегка мучнистая так давайте начнем хочу попробовать вот такие белые кусочки с разводами розовыми потом потемнее и рыжий самый в самом конце попробуем он такой но чувствуется что он будет сухой будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот у белых кусочков, у светлого рыжика отчетливый вкус побелочный. Такой пыльно-меловой, побелочный, сухой земли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вкус одинаковый. От небольших кусков он откусывается нормально, от толстеньких уже с небольшим усилием. Субтитры сделал DimaTorzok Откусил он раскололся. Опять же, как по мне, я говорю свои ощущения, залипает он на троечку из десяти. Вот так бы я сказала, потому что какая-то часть с водой хорошо убирается. И так как он не залипает в тугую риску, а размазывается тугим таким густым кремом, то его проще снять зубов. Вот такой кусочек красивый. Так, где бы тебя кусануть? Субтитры сделал DimaTorzok 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 где есть вот такие рыженькие прожилочки в них уже больше присутствует вкус такой мокрой земли такой земельный отчетливый вкус и это глыбушка имеет очень-очень-очень мелкий скрип в самом-самом конце его даже не замечаешь так давайте теперь пробовать вот этот кусочек этот кусочек он рыхлый здесь и розовый и коричневый и желтый я надеюсь вам видно вот этот бачок он прям с розовинкой ммм ммм он жирненький пожирнее будет чем вот эти кусочки сливочность есть в нем хорошая и залипает он посинее по вкусу тоже мокрая земля мокрая пыль мокрая звездка слегка меловой разнотравий я не чувствую в рыжике и вот еще что в таких жирных кусочках и чувствую вкус земли с картошки когда картошку чистишь запах стоит вот в этом кусочке прямо есть такой привкус ну и давайте пробовать с последней партии вот такую глыбушку красивущую я обожаю еще раз повторюсь вот такой вот темный рыжик мне прям очень нравится в разломе чистенько абсолютно я откусываю по чуть-чуть так как он сушит вначале а когда у меня вот много сухой массы я не люблю этого так ну и дошли мы до интересного выложу этого красавчика эти вот такой красивый разный интересный давайте его попробуем и подведем итоги очень плотный очень плотный даже такого маленького куска пришлось откусываться с усилием плотность хорошая самый плотный из всех кусочков давайте от такого попробуем же Ммм. Если много откусывать, залипать будет сильно. Давайте от этого красавчика попробуем. Но пока я не чувствую привкуса железа, чего я боялась, что вот такие рыжие вкрапления будут давать привкус железа. Нет. Печной, пыльный, сухой земли. Такой интересный вкус. Ух ты ж. Вulousness. Основная вещь. Получается. Но- Прости. Колесо и без животных. взяла небольшой кусочки белой горы потому что понимаю что залипание снимать надо подводя итоги как говорится так значит очень плотный вот в таких местах он рассыпается на пластиночки надеюсь вам видно глухо хрустит и вот у этих ярких таких вот кусочков прям яркий печной вкус горячей печки вот извести из горячей печки прямо сухой земли сухой пыли прикольно но сейчас я хочу еще похрустеть вот этими маленькими чипсиками такой красавчик а Субтитры сделал DimaTorzok Сниму залипание и подведем итоги с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, подведем итоги по нашей красивой тарелочке. Рыжик. Рыжик бывает разный и по цвету, и по плотности, и по структуре. Бывает плотный, монолитный, бывает рыхлый, бывает слоистый. И вот такой вот попадаются кусочки с очень-очень-очень мелким скрипом. Это вот этот из всей тарелочки. Моя только вот у этого легкий-легкий скрип. Бывает, как говорится, в любом сорте бывает. Но он настолько незаметный, что он ощущается в самом-самом конце. И если сильно зубы сжать, то почувствуешь. А если так, после Рыжика закинешь мелочек, пока все проживешь и ничего не почувствуешь. Вот такой скрип. Мне понравилось делать из него чипсы. Плотненький, пыльный. Не сильно марают ручки, но все равно. Вот эти-то мараются, дай бог. Что по вкусу? У светлого Рыжика больше присутствует вкус пыльный, меловой. Такой мокрой по белочке. То есть он больше к меловым сортам. Темный Рыжик, у него уже больше земельный вкус. Мокрой земли, земли с картошки, мокрой пыли. Но меловой также я улавливаю. Мне кажется, что по моим ощущениям у Рыжика есть меловые нотки. Кроме вот такого красавчика. Вот такого Рыжика. Видите, он слоистый и розовый, и желтый, и оранжевый. У такого Рыжика прям конкретно присутствует печной вкус. Он пересушенный. Я думаю, что из-за этого тоже может быть. Прямо вот раскаленная, так сказать, известь на печке. Печной, сухой земли. Рыжие вкрапления не дают вкуса железа. Что это отлично просто. Я не люблю вот этот привкус железистый. Отличный сорт. Другое название у него. Подсолнух светлый, подсолнух красный. Вот такие вот розовые еще кусочки есть. Это мой любимый сорт. Я его люблю и за плотность, и за чистоту, и за структуру, и за вкус. Вкус не яркий, не броский, как, допустим, у кремовой, у татарской розы. Нет, он не яркий, он приятный. При укусе слегка мучнистый, сухой, долго намокает, потом разбухает, образует тугую, тугой крем. Либо вот в этом случае в тугую риску ушел. Если рыжик, вот опять же взять, есть сорта по суше, есть пожирнее. Вот эти по суше, этот пожирнее. И те глыбушки, которые пожирнее, они, конечно, уходят в такую ирисочку. Не как узбечка розовая или как соль, где там прям тугая ириска. Нет, она такая комочек плотненький. Залипает. Если много откусить, залипать будет очень хорошо. Но так как я откусываю понемногу, залипания не критичные. Но я поняла, что на все обзоры нужно, башкирских глин, нужно с собой брать мел обязательно. Для того, чтобы убрать залипание. Разные по твердости, разные по структуре, разные по жирности. Но одинаковые по вкусу. Кто любит легкие, ненавязчивые вкусы. Пыльные, земельные. И цветочного я тут ничего не улавливаю. Для меня это прям вот мокрая земля, мокрая пыль, мокрая побелка. Слегка меловой. И вот таких вот кусочков очень ярко выраженный печной вкус. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok